МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Молкова. Смотрите сегодня. Щедрая осень. Комфортно ли сельхозтоваропроизводителям на городских рынках? Самые обаятельные и привлекательные. Республиканский женсовет подводит итоги и строит планы. Чаи в лесу шишки. Чувашские кондитеры победили в конкурсе варенья. Перед животноводами Республике стоит серьезная задача. Увеличить производство мяса и птицы. Сейчас в Чувашии реализуются несколько инвестиционных проектов. Два из них в агрохолдинге Юрма. Один предполагает модернизацию птицеводческого комплекса, второй – создание племенной фермы. Сегодня в агроферме открыли новый инкубатор. Модернизация птицеводческого комплекса идет с 2007 года. За это время удалось ввести в строй 28 птичников, завод по переработке мяса птицы. Общая стоимость проекта – почти 6 миллиардов рублей. Половина из них уже освоена. Этот проект создаст дополнительную тысячу рабочих мест. Когда начинался национальный проект развития АПГ, задавали разные государственные политические деятели такие вопросы. Могут ли накормить российские земледельцы, российские крестьяне, россиян? Можно сказать, могут накормить. И кормят уже. Для Чувашии это один из значимых проектов. Через два месяца производительность нового цеха увеличится в два раза и дойдет до 5000 тонн в месяц. Это позволит полностью обеспечить потребности республики в мясе птицы. Татьяна Молкова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. В городах Чувашии проходят ярмарки дары осени. Сельчане продают свою продукцию без посредников. Для торговли организованы специальные площадки, работающие в основном по выходным. На стационарных рынках торговля тоже идет достаточно бойко. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев побывал на московском рынке, чтобы узнать, как реализуется продукция и с какими проблемами сталкиваются местные производители. На этом рынке вот уже много лет можно купить все необходимое прямо с грядки. Морковь, капуста, яблоки, грибы и даже фасоль. Все свежее и натуральное. С раннего утра здесь всегда полно покупателей и неудивительно. Цены на рынке значительно ниже, чем в супермаркетах. Надежда Семенова работает здесь уже много лет. И неделю один-два раза успеваем ходить сюда продавать. Торговля хорошая здесь, нормальная. И покупатели очень довольны, что мы свежие продукции привозим. В общем, довольны. Одни же и те же приходят к нам, уже знают. Места для реализации продукции предоставляются абсолютно бесплатно. А сами сельхозпроизводители поддерживают чистоту и порядок на рабочих местах. Рынок работает ежедневно. Однако жители микрорайона и сами аграрии переживают, что его могут закрыть. Никогда и не планировался здесь рынок закрывать. Только будем создавать условия, создавать новые места. Этот рынок только будет развиваться. И для горожан такие мини-рыбки, они необходимы. Здесь даже разговора нет. Приезжайте, продавайте спокойно, без каких-либо психологических страхов. Да, на радость нам. Вот и все. Вон яблоки деревенские какие. Красота просто. Успехов вам всем. В республике обсуждают итоги национального рейтинга губернаторов. Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев укрепил свои позиции, поднявшись на четыре строчки с 25-го на 21-е место. Я воспринимаю эту новость как оценку развития Чувашской республики в последние годы. Понятно, что эти рейтинги носят ежемесячный характер, но здесь важна тенденция, и то, что эта тенденция повышательная, то, что Михаил Игнатьев уверенно движется вверх, и в этом и во многих других рейтингах говорит о том, что республика заметна на общероссийском фоне. По многим показателям она выделяется в лучшую сторону, обгоняет среднероссийские темпы развития, задает, если хотите, планку и показывает пример того, как можно развиваться поступательно, интенсивно, не завися от каких-то внешних источников, и делая ставку на собственные силы, на квалифицированных, подготовленных специалистов, на интеллектуальный потенциал республики, на создание всех условий для того, чтобы в республику приходили новые инвестиции. И в этом смысле мне это решение представляется заслуженным, оно мне представляется оправданным, оно подтверждает, что в республике сложилась мощная, дееспособная, эффективная команда. Думаю, что это вполне законодательный результат. Человек работает без оглядки позиций во имя народа, во имя интересов народа. Все для блага народа. Очень много уделяет внимание подрастающему поколению, молодежи, в частности. Это одно из направлений деятельности нашей организации, региональной общественной организации патриотического скитания молодежи. Он с нами или мы с ним вместе решали много в этом вопросе. Республика, где ни одной воинской части регулярной нет, в прошлом году заняла первое место по вопросам мобилизационной подготовки. То есть вот такие конкретные дела, конкретные успехи. Поэтому вот человек верным курсом идет. Поэтому и правомерное, правомощное продвижение по рейтинговой лестнице. В последние годы Чувашия становится все более инвестиционно привлекательной. В первую очередь это роль главы республики, которая действительно сам лично отслеживает практически все направления деятельности республики. И для сообщества предпринимателей в России Чувашия действительно становится все более и более привлекательным регионом с точки зрения инвестиций. В районах республики открываются фельдшерско-акушерские пункты, а в городах отделение врачей общей практики. Все это повышает доступность медицинских услуг. В северо-западном районе Чебоксар открылось врачебное отделение больницы скорой медицинской помощи. Подробности в следующем материале. Открытие врачебного отделения ждал весь микрорайон. Раньше, чтобы получить нужную помощь, приходилось ездить в другие медицинские офисы. Теперь все в шаговой доступности. Ой, это было что-то ужасное. Мы ходили на университетскую, там во дворы. Очень неудобно было. А здесь, как они бабушки говорят, доползти можно. Здесь жители микрорайона смогут пройти первый этап диспансеризации. Чтобы сдать необходимые анализы, не нужно обращаться в поликлинику. Все клинические исследования проводятся здесь же. Для удобства развернули койки дневного стационара. Чтобы уменьшить время ожидания, появился кабинет доврачебного приема. Всего в офисе расположено 4 участка, которые будут обслуживать более 6 тысяч человек. Вот эти вот участки обслужили в другом офисе. Он достаточно был переполнен, было скучно. Конечно, неудобно было и жителям других участков. Эти участки пришли сюда, там площади освободились. Удобнее тем жителям станет. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев отметил, работать в этом направлении необходимо и дальше. Это поможет не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и даст возможность горожанам получить медицинскую помощь максимально быстро. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Реформа здравоохранения получилась летальной. Такую оценку во время форума Общероссийского народного фронта за качественную и доступную медицину дал руководитель фонда ОНФ «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Форум проходил в Москве с 6 по 7 сентября. Накануне оттуда вернулась делегация нашей республики. О том, какие проблемы существуют и как их планируют решать фронтовики, делегаты рассказали журналистам. «Нужно иметь железное здоровье, чтобы пользоваться бесплатной медициной. Такая шутка некогда была популярна в России», вспомнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, открывая форум. Участники подхватили, она актуальна и сейчас. Проблемы российской медицины, а их бездонная пропасть в течение двух дней обсуждали 600 человек – пациенты, врачи, ученые, гражданские активисты. В рамках подготовки к этому форуму оригинальные отделения Общероссийского народного фронта, в том числе и Чувашии, по всей России провела мониторинг вообще системы здравоохранения и тех реформ, которые проводились у нас в стране. Был подготовлен огромнейший материал. Проблемы у регионов в основном схожие. Врачей не хватает, зарплаты у медиков низкие, качество подготовки хромает. К узким специалистам очередь в поликлиниках на несколько месяцев. Цены на лекарства неуклонно ползут вверх, как и доля платных медицинских услуг. Официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию. В адрес министра здравоохранения России Веронике Игоревне последовала очень жесткая критика за предоставление некорректной статистики. На территориях тоже бывают такие вещи, когда заставляют подгонять какие-то показатели. Чтобы охватить больший спектр проблем, участники работали на пяти тематических площадках. Отмечалось, что необходимо развивать отечественную фармацевтику, заменять бесполезные школьные нормативы, вроде прыжков через коня, которые по одной из версий ввел еще ворошилов для создания хорошей кавалерии, на полезные упражнения. Неплохо бы хоть на время вернуть госраспределение выпускников и централизованную закупку лекарств. Всего подготовили около 500 предложений. Сейчас их изучают эксперты, затем из них будет сформирован специальный список фронта. Планируется, что в ближайшие дни он окажется в администрации президента. Ольга Пырочкина, Анна Луценко, Сергей Рябчиков, Республика. 50 лет совет женщин Чувашии объединяет тысячи поклажительниц всей республики. Сохранение традиций, укрепление семьи, поддержка социально незащищенных граждан – основные направления работы женсоветов. Каждые три года делегатки из всех районов республики встречаются на очередном съезде женсовета. Подводятся итоги прошедших лет, проводятся выборы правления, определяются цели на будущее трехлетие. Хочется вначале поблагодарить всех вас за ваш ответственный подход к выполнению своих не только семейных или трудовых обязанностей, прежде всего выполнения обязанностей, которые вы выполняете по велению своего сердца, по велению своей души. Многодетные мамочки, женщины, попавшие в трудные жизненные условия, ветераны труда находят поддержку среди подруг и единомышленниц. В 2013 году женсовет Чуваши учредил благотворительный фонд для поддержки малообеспеченных семей, защиты материнства, помощи тяжелобольным детям и женщинам. Буквально вчера мы подписали соглашение с Ассоциацией женщин-предпринимателей, женщины-чувашские матери, подразделение региональное, женщины-солдатские матери, женщины национального конгресса и подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для того, чтобы женщины-чуваши были вместе, делали одни и те же результативные дела. Чувашский республиканский совет женщин и региональное объединение Союза женщин России. Вместе с жительницами всей страны женщины-чуваши участвуют в социальной программе «Равенство, развитие, мир в 21 веке». Уже немало дел сделано, но есть еще проблемы, которые необходимо решить. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашской республиканской библиотеке имени Льва Толстого, который обслуживает слабовидящих, честовали юных новых читателей, учеников Чебоксарской коррекционной школы-интерната. Что такое абонемент, как вести себя в читальном зале, как найти книжку на полке? В игровой форме ребят познакомили с особенной библиотекой. Здесь есть специальные тактильные книги, которые помогут малышам научиться читать по Брайлю и воспринимать рельефные изображения. Так называемые «говорящие книги» на специальных носителях. Ребята произнесли торжественную клятву книголюбов, открыли первый в своей жизни формуляр читателя и сразу же смогли выбрать первую книгу. Кондитеры из Чуваши стали лучшими на международном фестивале в Азербайджане. Не удивляетесь, все участники варили варенье. Чебоксарским мастерам удалось обойти 30 команд. Работники одной из столичных кондитерских начали готовиться задолго до фестиваля. Было понятно, что классику жанра никто не отменял. Но чем-то надо удивлять. Удивили, сварив варенье из сосновых шишек. Плоды шишек должны собираться именно в момент цветения дерева, то есть апрель-май, в момент, когда они насыщены полезными веществами, витаминами и эфирными маслами, которые очень благоприятно влияют при простудных заболеваниях на организм. Естественно, это еловый вкус в сочетании с сладостью сахарного сиропа и немножко, скажем, специи, которые оставлю в тайне. Кондитеры продемонстрировали свое мастерство не только в готовке, но и в оформлении десерта. Чувашский орнамент пришелся к стати. Вся салфетка, она изготовлена из пищевых ингредиентов. То есть в середину мы видим, это мастика вырезается. Сам узор на стекло наносился с помощью белкового крема. То же самое мы и представили и на розетках, в которых выставлялось само варенье уже на конкурсе. Когда мы выступаем на международных чемпионатах, мы обязательно привозим частичку нашей республики. В чем это выражается? Может быть в оформлении, выражается в изделии, которые мы привозим. То есть нам очень приятно, что наш колорит, наши какие-то изделия, наши интересные оформления чувашские всегда присутствуют. Членом жюри был Николай Уездный, председатель Чувашской ассоциации кулинаров. Но никаких поблажек своим не делал. Оценки выставлял в соответствии с критериями. Я как член жюри у них там присутствовал, и заместитель главного председателя жюри. И поэтому, когда было 30 команд, знаете, было очень тяжело определить этих лучших из лучших варенья. Поэтому наша команда, Российская Федерация, как Чувашская Республика, показала, знаете, значительное качество. Соотношение жидкости и гарнира, показатели такие были. Вкусовые качества и цвет, и консистенция. То есть все параметры оценили только на оценку «отлично». Кондитеры из Чувашии третий год участвуют в составе российской команды на международных соревнованиях. И каждый раз подтверждают свой профессионализм. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин